В 21 год в системе человека происходят кардинальные изменения. После этого карма влияет на вас гораздо больше. Вы создаете настоящую паутину кармы. Чтобы вы не застряли в ней, вам понадобится какой-нибудь растворитель. Спасибо, Садгуру. Продолжая наш разговор о памяти, скажите, какая память доминирует — генетическая или кармическая? Поскольку мне кажется, что на меня влияют оба вида памяти, но я не знаю, какой из них... Что ж, генетическая память имеет определенный уровень значимости до тех пор, пока вам не исполнится 21 год. В 21 год в системе человека происходят кардинальные изменения, в результате чего генетическая память становится менее значимой, и ее роль становится минимальной. Многие родители удивляются тому, как дети, которые совсем недавно были так привязаны к ним, после того, как им исполняется 21 год, внезапно перестают относиться к своим родителям так же, как раньше, просто потому что их генетическая память после достижения этого возраста начинает функционировать на более низком уровне. Таким образом, система создала своего рода защитный механизм для нашего роста, потому что человеческий ребенок не похож на других животных. У остальных животных 90% того, какими они должны быть, уже определено их генетикой. Им подвластны лишь 10% эволюции. Воспользуются они этим или нет, зависит от них. Но для нас определены только 10%. 90% оставлены на усмотрение самого человека. Из-за этого на ранних порах своего развития человеческий ребенок намного более уязвим. Для него благоприятная атмосфера играет гораздо большее значение. Ему требуется гораздо больше заботы, ведь 90% предстоит создать ему самому. Определено лишь 10%. Итак, к 21 году влияние генетики на вас значительно снижается, если только вы не слишком сильно привязаны к своим родителям, либо потому, что они очень богатые, либо потому, что они очень властные, или потому, что вы слишком ими восхищаетесь. Неважно. В противном же случае генетическое влияние снизится естественным образом. После этого карма влияет на вас гораздо больше, чем генетика. Когда мы говорим о влиянии кармы, мы не должны... Существует неверное представление о том, что карма всегда приходит откуда-то из другой жизни или что-то в таком духе. Это вовсе не так. С сегодняшнего утра, с того момента, как вы проснулись, и до настоящего момента, ваше тело совершало свою физическую карму, ум-ментальную карму, эмоции-эмоциональную, энергия-энергетическую. Каждое мгновение. И в бодрствовании, и во сне. Но давайте рассмотрим только бодрствование. С того момента, как вы проснулись, и до сих пор, сколько из этих четырех аспектов кармы вы выполняли осознанно? Если взглянуть на это... Я не хочу задавать вам вопрос, который я обычно задаю. Вы все доктора. Так что я не буду спрашивать. Я просто скажу, а вы, пожалуйста, проанализируйте сами. То, что вы действительно осознаете, это даже не один процент, а гораздо меньше. Все остальное происходит неосознанно. Или другими словами, если не использовать слово «неосознанно», которое имеет негативный оттенок, давайте скажем, что вы существуете на автопилоте. Вы функционируете автоматически, из-за кармической памяти. У вас так много памяти, что на самом деле вам не нужно думать. Вам не нужно думать, как принимать пищу. Когда-то в детстве поесть было очень сложной задачей, особенно если говорить об индийской еде, которой нужно есть руками. Она постоянно падала. Но сегодня вы легко справляетесь с этой задачей. Вам даже не нужно думать, как правильно ее держать, что с ней делать, потому что это память, созданная вашей кармой. Карма — значит действие. Эти четыре измерения действия всегда создают что-то, чтобы облегчить вашу жизнь, а не для того, чтобы запутать вас. Вы создаете настоящую паутину кармы. Но когда вы создаете паутину, у вас должен быть при себе какой-нибудь растворитель, чтобы не прилипнуть. Предположим, вы паук и создали замечательную паутину. В ней должны застревать другие, другие насекомые. Но если сам паук запутался в своей паутине, это глупый паук. Но именно это и происходит с людьми. Каждую секунду создается сложная система памяти. Даже если вы спите, было проведено много таких экспериментов, не буду вдаваться в подробности. Скажем, вы крепко спите. Я произнесу на неизвестном вам языке одно или десять предложений. Затем, во время гипноза, даже спустя много месяцев или лет, мы можем сделать так, что вы произнесете эти предложения на неизвестном вам языке, который вы запомнили, когда крепко спали. Это возможно. Или по пути из одного места в другое вам могут встретиться 25 различных запахов, но вы не обратите на них осознанного внимания. Вы что-то заметите только, если запах будет очень резким, неприятным или наоборот очень приятным. Иначе вы не обратите внимание. Но все это записывается в вашей сенсорной системе. Так что, даже не понимая истинную причину этого, не имея логической и ясной причины, вы просто не любите ходить в некоторые места. Может быть, из-за запаха, вида, звука, просто некой энергии, из-за чего угодно. Ваши четыре измерения кармы — физическая, ментальная, эмоциональная и энергетическая карма — постоянно плетут для вас сложную и замечательную паутину. Эта паутина не для того, чтобы поймать вас в ловушку, а для того, чтобы автоматизировать вашу жизнь. Чтобы вам не нужно было думать о многих вещах, вы можете добиться этого благодаря кармической памяти. Но, к сожалению, поскольку люди настолько сильно отождествляют себя со многими вещами, которые делают, то начинают выбирать, что хорошо, а что плохо. Как только вы скажете, что что-то хорошо, у вас разовьется определенная привязанность к этому. В тот момент, когда вы скажете «это плохо», у вас разовьется к этому отвращение. Вы застрянете как в привязанности, так и в отвращении. Вы создали сложную паутину и сами в ней застряли. Такова карма для большинства людей. Карма — это самый динамичный способ существовать. Карма буквально означает, что вы являетесь творцом своей жизни. Вы хотите стать творцом своей жизни, но без неврологической системы, функционирующей в соответствии с вашими командами, вы никогда к этому не придете. Вы всегда будете жить по воле случая. И если вы перестанете жить по воле случая, люди, ежедневно испытывающие тревожность, страх и тому подобное, многие врачи говорят, испытывать беспокойство — нормально, даже я беспокоюсь. Но это не подходит для человека. Человек способен быть выше этого. Мы называем себя человеческими существами. Мы не используем слово «существо» для какого-либо другого создания на планете. Мы не называем слона «слоновьим существом», «тигры-тигринным существом», «муравья-муравьиным существом». Только людей мы называем человеческими существами, потому что люди способны существовать. Это означает, что вы способны к осознанному существованию. То есть вы можете использовать все имеющиеся у вас способности, так, как захотите, некомпульсивно реагировать на то, что происходит вокруг вас, но отвечать осознанно. Редактор субтитров А.Семкин